Время подводить итоги на Артик ТВ. Сегодня гостями нашей студии станут мужественные пожарные и трепетные поэтессы. В ближайший час обзором самых заметных событий Александра Ритунская. Оно обо всем по порядку. Особенные дни выдались в конце февраля и начале марта снежный циклон накрыл Мурманскую область. Яна Смирнова начинает свой день с активной физической нагрузки на свежем воздухе. Работает дворником около 10 лет. По профессии повар. Но, как говорит женщина, хватает дома готовки. Любит больше активную работу. Трудится она в ТСЖ на Крупской. Эта зима выдалась спокойной, если не говорить о последних нескольких сутках. Ее рабочий день начинается с 7 или 8 утра. Все зависит от погоды. Поэтому Яна всегда смотрит прогноз на следующий день. По интернету посмотрела. Иногда сходится, иногда нет. Уже по обстановке смотришь в окно. Иногда с утра уже 5-6 встаешь, смотришь, есть там снег или нет. Если снег есть, так пораньше выходишь. А чуть-чуть там попозже часов по 8 к 8. Так что работы хватает у нас. При всей нагрузке женщина не жалуется и говорит с улыбкой. Работа нравится и физический труд всегда на пользу. Еще одна дворник Татьяна Антонова убирает территории на Щербакова 30 и Бандарной 1. В профессии 44 года. При этом сохраняет оптимизм и с улыбкой вспоминает, как начинала работать. А вот так вышла. Ребенка некуда было одевать. Садика не было раньше. И я пришла сюда. Женщина одна вышла, Антонина Петровна, тоже дворником работала. А я плакала около подъезда. Она говорит, пойдем к нам работать. Что ты поволнуешься? На вопрос, как справляетесь со снегопадом, отвечает просто. Я вышла в 5 утра, все убрала, люди идут на работу уже чисто. Рабочий день бывает с самого утра и до вечера, в зависимости от обилия осадков. В эту непогоду жители двора тоже подключились к уборке. Несмотря на возраст, Татьяна Пантелеевна сохраняет оптимизм и на свой тяжелый труд не жалуется. А утихнет снегопад или нет, мы поинтересовались у администратора известного паблика про погоду Виталия Макарова. Был установлен суточный рекорд осадков. Самый снежный день в феврале у нас произошел. Выпало 18 мм за сутки. При месячной норме в 24 мм это достаточно много. 75% выпало за сутки. То, что сейчас происходит, это уже следующий циклон. Он не настолько интенсивный. Сами, наверное, могли заметить. Порядка, наверное, 5 мм осадков выпало. По состоянию на 9 утра выпало 3 мм. Ну и сейчас где-то 2 мм допадало. Вот этот снег, который сегодня идет, он в целом после полудня стихнет. И после этого выходные относительно будут спокойные. Также Виталий отметил, что не стоит ждать заполярье весны в марте. Это будет солнечный месяц, но еще зимний, с наименьшим количеством осадков. Ну а пока коммунальные службы максимально задействуют людей и технику для очистки города от снега. Как сообщил глава администрации Юрий Сердечкин в своих социальных сетях, что на дорогах задействовано более 200 единиц техники управления дорожного хозяйства и подрядных организаций. Уже вывезено более 5000 кубометров снега. Продолжаем работу. Следователи завели уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 недалеко от аэродрома Лавозера. Во время ЧП 5 человек получили телесные повреждения, двое госпитализированные, доставленные в Мурманскую областную больницу. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия. В настоящее время следователям произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, изъяты образцы топлива, техническая документация, назначены судебно-химическая, судебно-медицинская, а также летно-техническая и судебные экспертизы. Проводятся иные следственные операционные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин произошедшего. Снежная погода принесла немало забот, но из всех новостей есть и приятные. В сквере на улице Ленинградской северяне могли увидеть фуд-трак с надписью «Повара на колесах». Кулинарное шоу Первого канала прибыло в Мурманск. Звездные шефы из Москвы уже побывали в разных городах нашей страны. В каждом регионе они знакомятся с местной кухней, чтобы приготовить блюда достойной звезды Мишлен. На их гастрономической карте – Рязань, Тула, Нижний Новгород, Тюмень и еще с десяток населенных пунктов. А теперь, ребята, в Мурманске. Режиссер кулинарного шоу подбадривает массовку, а наш оператор протирает камеру от снега. Теперь готовы рассказать вам, что происходит за кадром. В телепрограмме «Повара на колесах» принимают участие ведущие шефы из различных ресторанов страны. Это шеф-повара известных московских ресторанов Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев. Их путешествие по городу началось с экскурсий. Побывали рядом с Алешей, посмотрели ледокол, съездили в Териберку и покатались на оленях. Теперь вопрос – действительно ли они везде передвигаются на футтраке? Футтрак действительно едет с нами по всем городам, из Москвы путешествует. Мурманск прекрасен, погоды такой мы не ожидали. Мы ожидали холод, видите, мы все утеплились как следует, но снегопад нас подвел немножко. Сейчас ребятам тяжело, конечно, будет дегустировать, но надеемся, им все равно все понравится. Изначально предполагалось, что съемки будут проходить на площади у морского вокзала с видом на Кольский залив. Но из-за ветра и метели было решено переехать в сквер на улице Ленинградской. Снегом засыпало знатно. Как видите, в ход пошли щетки. Поручки, куда? Задимайся. Э, парни, проверьте звук. Юрик, Юрик, надо поправить скорпровод. Суть проекта заключается не только в путешествиях. Шефы сначала изучают местные достопримечательности, знакомятся с местной кухней, чтобы потом свои представления о городе воплотить в блюдах. Ребят приходили к нам в гости, пробовали нашу еду. Потому что первый вопрос, который я задал, вы уже знаете, что вы будете готовить? Они сказали честно – нет. То есть они пробовали, смотрели, вдохновлялись и придумывали, соответственно, блюда, которые сегодня подают гостям. Кушать! 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 После длительного ожидания дегустация состоялась. Александр приготовил оленину с корнем сельдерея и северными ягодами, а Сергей – треску с белыми грибами и копченым чаем. Попробовала. Изумительно. Вы никогда не пробовали? В таком сочетании нет. Слушайте, вот я попробовала сельдерей, мне немножко, конечно, кислит. Ну, не знаю, это, наверное, за счет соуса. Но я попробую дальше и мясо. Хочу понять, сто ли оно того, столько часов стоять под этой погодой. Как впечатление? Вы знаете, я разочарована. Мой бывший лучший готовит. А вы попробовали? Да, я попробовала оленину. Она мне очень понравилась. Соус очень как раз подходит из северных ягод. Я так смотрю, это, по-видимому, этот… Рябина, да? Рябина. Ну, судя по всему, да. Очень необычно. Очень вкусно, очень понравилось. После дегустации по правилам программы каждый из гостей должен был отметить понравившееся блюдо. Лучшего шеф-повара выбрали народным голосованием. Однако имя его будет известно 19 марта на Первом канале. После Мурманска фудтрак отправился в Кировск, а затем и в другие регионы нашей страны. Ведь у поваров на колесах аппетит приходит во время езды. Анна Шинкаренко, Данила Клепиков, Арктик ТВ. В сообществе дорожники Териберки показали, как специалисты пробивают магистраль к Поморскому селу. Недавние снегопады прибавили дорожникам хлопот, переметы местами в несколько метров наглухо блокировали трассу. Конечно, ненадолго. Тем не менее, разъехаться в некоторых местах с речным автомобилем было непросто. Напомним, что водителям, решившим отправиться в Териберку, стоит ориентироваться на информацию Мурманск-Автодора. На сайте учреждения публикуют расписание движения колонн транспорта. Сегодня поговорим о важном, о том, как сохранить свое имущество в целости и сохранности. Просвещать нас будет дознаватель Госпожарного отзора Мурманской области по Кольскому-Пенческому району Павел Валентинович Туник. Здравствуйте, Павел Валентинович, также Алексей Алексеевич Перцев, инспектор Государственного пожарного отзора Мурманской области, тоже по Кольскому-Пенческому району. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Вот эти районы славятся тем, что там очень много коттеджей, частных домов, садово-огороднических товарищей. То есть, вот это все ваши епархии. И давайте немножко, наверное, предупрежден, значит, вооружен наших зрителей, так сказать, взбодрим цифрами. А насколько часто и много у нас горят жилые постройки? Да, если привести немного статистики, за 2022 год по Мурманской области произошло всего 2366 пожаров. Из них 1262 случая – это пожары в жилом секторе. То есть, это больше половины в жилом секторе, туда же входят и квартиры. Да, и квартирные дома, и также дачные дома. А вот что опаснее, когда квартира загорелась или когда дача? Мне кажется, нельзя провести какой-то параллель, где опаснее. Каждый пожар он опасен в любом случае. Ну, просто дача, как правило, она в удалении от города. Там непонятно, что с пожарными гидрантами, и, как правило, она деревянная. Ну, с точки зрения такого субъективного фактора для владельца дачного дома, ему, конечно, неприятно, что его дом сгорает. Но если брать на квартирный жил дом и пожар в квартире, естественно, это опаснее, так как затрагивают не только одного человека. Пожар может распространиться на весь дом, на другие, так сказать, квартиры. Давайте сделаем акцент на жилых домах отдельно стоящих, потому что сейчас у нас по программе «Арктические гектары», «Дом Арктики» люди в том числе активно стали строиться. Возможно, это будет их единственное жилье. Нужно отнестись ответственно. И я так понимаю, что это случается повсеместно и часто, и только на этой неделе дома в Кольском районе стало меньше. Да? Да, был у нас случай. На выходных в поселке Привечный сгорел у нас дом. То, что он сгорел, узнали только наутро, потому что людей там не было, никто не знал, человек приехал и увидел, что дома просто не осталось. Осталось просто пепелище. Такое, так сказать, бывает. Причины в чем? Вот один дознаватель, второй инспектор, вы все про это знаете. Итак, что может стать причиной, или становится в большинстве случаев причиной пожара? Ну, в основном причины таких пожаров, если брать факторы, может стать и печное отопление, электрика или неосторожное обращение с огнем. В рамках печного отопления человек по убытию из дома мог забыть, так сказать, закрыть с собой топку печи, или его печь, дымоходы были уже в аварийном состоянии. Или, например, электрика оставила человек, там, тот же обогреватель на минимум, или забыл выключить свет. Даже свет, вот тоже все рассказывают, что ваши коллеги приходят, говорят, вы знаете, что нельзя зарядник оставлять, чайник, ну, я уж не знаю, там, по поводу холодильника, что, да? Ну, вообще, ты должен все выключить. Ну, по-хорошему, да. Может произойти перегрузка в сети и привести к возникновению пожара. Ну, в частных домах, вы же понимаете, у нас отопление, выбор небольшой. У нас электрообогрев, как правило. Но не всегда. Бывают газовые... Нет, ну, просто электро. Ты же не будешь выключать электрический котел, когда пошел на работу, чтобы потом прийти вечером в холод. Я говорю не о дачах сейчас, а о живых домах. Ну, ты взял все, выключил, пришел, значит, ты там трясешься три часа, пока его прогреешь. То есть все равно эти котлы, они работают, но он стопом. А на моменте уже постройки надо грамотно подойти к проекту, к возведению дома его электрики, правильного оборудования. То есть рассчитать количество приборов, сколько у тебя будет работать, чтобы автоматы защиты сработали в нужный момент. То есть бывает ситуация, когда просто автоматы ставят больше, и автомат не срабатывает, и проводка загорается в любом случае. Есть сейчас много средств, вот автоматов защиты, которые могут, так сказать, заблокировать короткое замыкание на его начальной стадии, или другой какой-нибудь режим работы. А у вас были примеры, когда вот в свежепостроенном доме, просто от того, что люди сэкономили на проекте, или там каким-то шабашником обратились, электриком, вот они решились в своих прекрасных домах, что именно проводка горела. Свежего-то нет, по-моему. Ну вообще, у вас были такие примеры? Ну, конкретно свежие, может, мы не приведем пример, но в целом подобные случаи происходят. Вот, даже ошибки может допустить при строительстве, даже человек, которым этим занимается. Вот, так сказать, тот самый человеческий фактор. Хорошо, ну а еще какие-то примеры? Вот вы мне до эфира рассказывали, что мангал просто с непотушенными углями занесли в гараж. Да, бывают такие ситуации, потому что человеческий фактор решает в большинстве случаев пожаров. Просто люди не понимают или не хотят понимать именно опасность своих действий, необдуманности. Ну вот, ты пожарил шашлык, залей ты угли водой и отнеси ты мангал после этого в гараж. Люди пожарили шашлык, прям с углями занесли в гараж и гараж закрыли. Ну, типа там же холодно, да, ветра нет. Все равно гаражи сквозят, то есть где-то ищели. Подул ветер, уголек упал, в гараже машина стояла как раз в этот момент. И все, и с этого все и началось. У нас автогородки не такие хорошие, где кирпичные, монолитные гаражи. В основном это, так сказать, деревянно металлические. Я так понимаю, повышенную опасность представляет и баня. Вот, точно. Вот такой фактор, так сказать, приятно иметь все на участке баню, да, ну, не всегда приятно в нее вкладываться. Вот, а это, так сказать, важный фактор. Правильно оборудовать печь, вот, зону для печи, как правильно будет проходить через перекрытие конструкции бани, дымоход, не забывайте его чистить. Вот, так сказать. Ну, и сауну. Я вот просто, мы с вами до эфира смотрели, кто из страховых компаний готов, и какие суммы, да, какие, на какие суммы страховать дома. Ну, там в анкете еще до конца все это не прошло. Но я обратила внимание, что сразу же страховщики задают вопрос, есть ли сауна в доме, либо печное отопление. То есть это в любом случае... Печное отопление увеличивает шанс. Да, ну, конечно, возгорание. Возгорание, да. Да, наши любимые шашлыки. Вот, скажите, пожалуйста, как часто именно неправильное пользование мангалом приводит к плачевным результатам? Да, так сказать, есть основные правила на территории Российской Федерации. Это правила противопожарного режима, постановления правительства 1479, которые как раз-таки рекламентируют правильность использования открытого огня, как для сжигания сухой растительности, мусора, так и для приготовления пищи. Вот, так сказать, использование открытого огня запрещено, если на территории населенных пунктов, дачном своем участке запрещено, если не оборудовать специальное место. А таким местом как раз будет являться либо ров, яма глубиной от 0,3 метров и диаметром до 1 метра, естественно, чтобы не было распространения. Либо на специальной площадке какая-то металлическая емкость, бак, мангал тот же самый. Также стоит не забывать про противопожарные расстояния до зданий, очистку территории вокруг места использования территориального огня и человек, который использует этот открытый огонь. На каком расстоянии от дома можно мангал поставить? На открытом, вот конкретно мангал для приготовления пищи, вот, до 5 метров можно поставить. Но это именно приготовление пищи, что никакие опасные факторы пожара не будут выходить, так сказать, из использования открытого огня. Я понимаю, что у нас поздно лето, весна наступает, поздно, но, тем не менее, следующая проблема – это прошлогодняя трава, которую будут сжечь, либо специально, либо она будет вспихивать без спроса. Я вот слышала, что, в принципе, у нас запрещено даже на своем участке это все сжигать. Или вот если ты действительно вырыл ров, поставил бак, то можно? Вот. Ну, также, то, что добавить, никогда не поздно, хоть у нас весна и позднее, все равно, в требовании пожарной безопасности нужно готовиться заранее. Вот. Потому что, вне зависимости, перед пожароопасным периодом проводятся нами профилактические мероприятия. Ну, сейчас снег сойдет, чего я должна опасаться? Вот она, пожухлая трава, что дальше? Я должна ее собрать? Вот. Да, она должна на территориях как частного дачного участка, так и на территории всего СНТ, вокруг, точнее, должна собираться сухая растительность, должны организовываться минерализированные полосы, особенно в населенных пунктах, и в СНТ подвержены угрозе лесных пожаров. Что за полосы? Минерализированные полосы. А что они себя представляют? Ну, просто нас послушают, сейчас зрители придут к председателю своего кооператива и скажут, мы хотим полосы. Что они должны от этого требовать? Грубо говоря, это определенный участок с определенной шириной, через который огонь не сможет перейти на лесной массив, грубо говоря, это заблокирует распространение огня, чтобы не произошел лесной пожар. А вот скажите, сейчас вроде законодатель дал послабление, и вот эти товарищества не обязаны какие-то водоемы организовывать для того, чтобы в случае чего могла машина заправиться пожарная. Как вообще вот в этой ситуации? Были же, просто я знаю примеры, когда приезжала бригада и не могла потушить, потому что ей просто негде было заправить бак водой. Вот сколько привезла, вылила и все. До свидания. Ну вот на территории таких вот СНТ рекомендуется организовывать искусственные, так сказать, источники. А зимой он разве не замерзнет? То есть если ты вот эту бочку закопал, там напомнил? Она утепляется. Она утепляется. У нас есть примеры, у нас есть в районе СНТ несколько штук, которые ответственно к этому подходят. У них есть свои искусственные водоемы, которые они организовали, утеплили. И пожарные, то есть при выезде, они знают то, что в этом СНТ есть водоем. Давайте похвалим эти СНТ. В свою очередь, при наличии естественного водоема, не стоит забывать, что к нему в СНТ должен организовываться подъезд пожарной техники. Но водоем в каком удалении? Понятно, что нам другой законодатель запрещает строиться на берегу водоемов. То есть какое расстояние не критично для пожарной машины? Это сложный вопрос. Любое ближайшее расстояние. Потому что, если представить, вот вы сказали, что приехали, вылили всю цистану, им обратно надо возвращаться до пожарного гидранта. Заправляться. Да, заправляться, где можно потратить не километр, где будет оборудован подъезд, а даже 4-5, это уже дальше. И это тоже время. Время, которое можно было потратить на тушение пожара и спасение материальных ценностей, и тем более жизни, здоровье людей и граждан. Итак, давайте резюмируем. Для тех, кто только задумывается или в процессе строительства дома. Значит, проект, грамотное размещение хозпостроек на территории. Я правильно понимаю? С пожарными расстояниями. Вот вы, когда смотрите за тем, что настроили, вы видите нарушение, да, невооруженным глазом, люди соблюдают? Ну, некоторые соблюдают. Ну, не всегда. То, что это понимать, что удобно поставить близко друг к другу постройки, но в случае возникновения пожара в одной из них ветер может подуть не в вашу сторону и загореться, например, загорелась баня, ветер подул в сторону дома, загорел дом, осталась она хозпостройка. А какое должно быть расстояние? И надо ли учитывать розовый ветров? Как тут у нас учтешь? У нас, мне кажется, это арктическая погода. Ну, розовый ветров, как бы, ты, так сказать, не очень заблаговременно не учтешь. Так, значит, мы сказали проект, значит, расположение. Что еще? Так сказать, наличие первичных средств пожаротушения, и, так сказать, в которые входят огнетушители, всеми известные. Это универсальный порошковый огнетушитель, и дополнительно можно использовать углодислотный для тушения газовых пожаров и в электрощитках. Также на территории, ну, к первичным, это можно отнести просто наличие песка, бак с водой, или покрывало противопожарного. А бак сколько? Ну, вот, например, человек говорит, у меня нет водоема, но я на своем участке вот бак поставлю. Ну, это, так сказать, не регламентированно, вот, просто желательно, что человек сам должен заботиться о своем тоже имуществе. Вот, и, так сказать, если, вот, я сказал про первичные, можно еще провести автономные средства. Таким средством, ну, в этом разделе можно отнести автономные пожарные извещатели. Вот, пожарный извещатель, который будет сигнализировать о возникновении пожара и оповещать о нем собственника дома. Его, ну, места его установления самые разные, можно его по всем помещениям дома, а можно, ну, локально в помещениях, которые подвержены наиболее угрозе возникновения пожара. Например, кухня, на дачных участках бывают технические небольшие помещения, вот, и помещения с большой пожарной нагрузкой, где много вещей, мебели, вот, так сказать, и такие же дымовые, вот, автономные пожарные извещатели сейчас рекомендуется, так сказать, в квартирах, в жилых, в обычном квартирном доме. В своей квартире поставить, вдруг что-то на кухне случилось, будет сигнализировать. А предусмотрены какие-то санкции за нарушение требований пожарной безопасности? Так сказать, естественно, да. В кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях есть, так сказать, установленная статья 20.4 нарушения требований пожарной безопасности, которая влечет... То есть человек стал погорельцем, и тут ему еще и это... Его привлекли к ответственности, да? Да. Есть такие... Может такое быть? Может быть такое, если в ходе разбирательства установлено, что причина пожара, ну... Это делать неосторожное обращение. Да, неосторожное обращение с огнем. Что обычно говорят люди, да, собственники, у которых что-то сгорело, и вы пришли, дознаватель, инспектор, что они говорят? Что надо было застраховать имущество, так сказать. Ну, по-разному люди относятся. Кто-то, ну, естественно, печально, кто-то с пониманием, который может, ну, с каких-то первых признаков и средних, уже, так сказать, приблизительно понимать причину пожара. Человек тоже мог, может, сам осознавать, что он, грубо говоря, сам виноват в своей виде был. Ну, так сказать. Друзья, ну вот все, вас предупредили, вы выражены. Соблюдайте все правила противопожарной безопасности, страхуйте свое имущество, будьте бдительны, тем более вам на помощь приходят уже автономные оповещатели, которые, как минимум, да, могут вовремя подать сигнал. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня нашими экспертами выступил Павел Туник, дознаватель Государственного пожарного надзора по Мурманску области, а также Алексей Перцев, инспектор Государственного пожарного надзора по Мурманску области. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Мэра Мончегорска сняли с поста. В Муниципальном совете депутатов состояло закрытое заседание, на котором народные избранники рассмотрели этот вопрос. Большинством голосов было принято решение отправить Дмитрия Староверова в отставку. Недавно на телеканале Артик-ТВ вышел специальный репортаж «Староверов против». В нем мои коллеги рассказали о ряде нарушений, которые, как они полагали, Дмитрий Староверов допустил во время своей деятельности на посту главы муниципального образования. Расследование Артик-ТВ вызвало большой общественный резонанс, в результате чего контролирующие органы провели проверку и действительно обнаружили, что мэр Мончегорска нарушил антикоррупционное законодательство. Основываясь на результатах этой проверки, мончегорские депутаты подняли вопрос об отставке Староверова. Как сообщает официальная группа администрации Мончегорска ВКонтакте, большинство народных избранников проголосовало за эту меру. Решение вступит в силу после официального опубликования. Прямо сейчас реклама на телеканале Артик-ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале Артик-ТВ в студии Александра Ритунская. С 1 марта жители Мурманской области смогут 4 месяца экономить на проезде в общественном транспорте. Поездки будут обходиться пассажирам на 8 рублей дешевле. Акция распространяется на пользователей сервисов Мирпэй или Самсунгпэй с подключенной картой платежной системы Мир. Смартфон пассажира должен также поддерживать функцию NFC. Пользоваться картой можно будет в автобусах и троллейбусах. Всего более 130 маршрутов Мурманской области будут оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Скидки также распространятся на междугородний транспорт. Карта Мир может быть выпущена любым банком. Главное, чтобы она была электронной, а не пластиковой. Акция действует до 30 июня 2023 года. В Оленигорске жители и гости города скоро смогут увидеть обновленную минеральную набережную «Сказочный лес» по известной сказке «Морозка». В Оленигорске наша съемочная группа не первый раз. И с каждым визитом мы обращаем внимание, как город преображается. Погода нас встретила снежная, но это не помешало побывать в городском парке «Горняк». Помимо этого, рекреационная зона расположена в близости с основными культурными центрами. Когда-то на этом месте был парк аттракционов. В Комсомольском озере катались на катамаранах, но со временем карусели пришли в негодность и были демонтированы. Поэтому было принято решение участия во всероссийском конкурсе и возможности реализации проекта именно «Минеральная набережная» и резиденция «Сказки Морозка». Здесь, на самом деле, пытались совместить разные вещи, но чтобы они были во едином. Это и промышленный туризм, и сказочная такая, чтобы зона была, и зона воздуха для того, чтобы можно было гулять. Первый этап – строительство «Минеральной набережной» и прилегающей к ней территории. Задача сделать не только красиво, но и минимизировать вырубку деревьев. Сейчас значительная часть парка пустует, а живописный ландшафт остается необустроенным. Планируется, что по всему периметру набережной установят подсветку. На следующий год будет реализован второй этап. Второй этап на следующий год планируется уходить туда и создавать такую резиденцию «Сказки Морозка», для того, чтобы не только жители города Ленигорска и Мурманской области, но и со всей Российской Федерации могли приехать и окунуться в «Сказку Морозка», как это было и как это будет сейчас в современном. В 1964-м в окрестностях Оленигорска проходили зимние съемки «Сказки Морозка». Местные жители помнят об этом и некоторые даже принимали участие в массовке. Для оленигорцев эта тема не считается исключительно детской. Это часть истории и современной жизни города. В планах работы по Минеральной набережной завершить до конца сентября 2023 года. А сказочный лес жители могут увидеть уже в следующем году. Едут! Это молодежное пространство Сопки Оленигорск. Располагается оно на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда». Но уже считается одним из главных центров притяжения молодежи города. Мы познакомились с Валерием, который устроил небольшую экскурсию по новым локациям. Я так понимаю, никто здесь еще не был. Что здесь будет? Именно в этой комнате будет репетиция музыкальных групп. То есть именно эта комната сделана для музыкальных групп, для новых групп, для старых групп. А в той комнате, которая левее вас... Пойдемте посмотрим. Тут будет записываться видео, будет расширяться именно телеканал, ну не телеканал, а больше ютуб-канал самих Сопок. Это Сопки ТВ. Тут будет поставлен хромакей. Тут будет стоять компьютер, на котором будет монтироваться все видео. Третья комната – это помещение для мастер-классов. Что меня удивило лично – это оборудованная кухня. Здесь ребята могут проводить кулинарные мероприятия, творческие встречи по ручной работе, рисованию, лепке и многому другому. Для открытия новых локаций потребовалось три месяца. Сопки Валенигорский дают возможность реализовать себя в творчестве, пообщаться с друзьями и, возможно, создать новый проект для развития своего города и региона. Радует то, что все-таки дети не на улице гуляют, а нашли применение Сопкам, причем в разнообразных направлениях. Кто на компьютере играет, кто поет, репетирует на музыкальных инструментах, кто-то наоборот просто общается. То есть, ну, постоянная жизнь здесь есть, жизнь кипит. Торжественное открытие трех новых пространств состоялось 17 февраля этого года. Анна Шинкаренко, Виталий Артемьев, Арктик ТВ. Респондент Артемьев, Анна Шинкаренко, на этой неделе искоресила Ленигорск и его окрестности новый концертный зал «Сквер Надежда» и «Сопки Спорт» в военном гарнизоне «Высокое». Продолжаем знакомиться с достопримечательностями муниципалитета. В октябре прошлого года мы рассказали вам о строительстве «Сквера Надежда» и капитальном ремонте фасада спортивной школы «Олимп». Сквер реализован в рамках программы формирования комфортной городской среды. Его площадь составляет 4000 квадратных метров. Сейчас здесь появился пешеходный мост с амфитеатром, скамейка в виде волны длиной 25 метров, навесы с подсветкой. Как отмечает глава города Иван Лебедев, и это еще не все. Дополнительно в летний период будут здесь качели, такая будет зона притяжения, будем мероприятия здесь дополнительные проводить. Плюс еще дополнительно появится маф «Звездное небо» такой интересный. Это тоже такая будет зона чистого отдыха для жителей города. Ну и, соответственно, ключевой момент – сделаем еще дополнительный опрос, чтобы понять, как люди хотят, что еще здесь видеть. В планах сделать сквер максимально зеленым. На территории посадят около 40 елок и других растений. Рядом находится спортивная школа «Олимп». Это единственный стадион с трибунами в Оленигорске. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт фасада здания в рамках программы развития физической культуры и спорта. В вечернее время здесь можно увидеть светящиеся фигуры спортсменов. Следующим посетили высокий населенный пункт в нескольких километрах от Оленигорска. Военный гарнизон, в котором люди тоже любят заниматься спортом. 16 ноября прошлого года здесь, на базе школы номер 13, было торжественно открыто новое пространство – сопки спорт. Сложно в это поверить, но раньше на этом месте была столярная мастерская. Заменили абсолютно все. И теперь тренажерный зал с радостью принимает посетителей. Для школы, как социокультурного центра населенного пункта, всегда очень важно, чтобы родители были вместе с детьми и могли проводить время. Мы выбрали это направление деятельности, поэтому для нас очень важно, чтобы сюда приходили не только дети, не только педагоги, но и, конечно же, чтобы приходили родители. В зале работает инструктор Руслан Низамов. Он проводит индивидуальные и групповые занятия для посетителей. По словам тренера, два важных критерия этого тренажерного зала – шаговая доступность и бесплатный вход. Но в зале одновременно могут заниматься не больше восьми человек. У нас было так, что мне звонили, а я сделал сайт вместе с программистом. И у нас там есть посещение. И бывало такое, что уже запись занята, и нам хотят еще прийти. Но я отказываю, потому что у нас горошек ждал большой, и не могут больше посетить. В завершении нашего путешествия по Ленигорску познакомились с культурной жизнью муниципалитета. В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» в прошлом году обновили концертный зал. Более 30 лет здесь не было ремонта. Сейчас его вместимость составляет 435 мест. Также в зале учтены места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Поменяли полностью все. Полностью все было демонтировано. Полностью были демонтированы все сидушки. Все полностью восстановлено. Новая поэтажная сделана для того, чтобы было комфортно глазу. Новая сцена сделана. Основание сцены сделано так, чтобы было комфортно. И даже любые коллективы, даже танцевальным коллективам было комфортно. Это такой основной момент, который был. Ну, ключевой это был экран светодиодный, чтобы был яркий, большой, чтобы было удобно. Старый был меньше. А так сделано было полностью все. начиная от потолка, заканчивая безопасным покрытием напольного, которое есть. В обновленном концертном зале уже провели немало мероприятий, в том числе и концерт Юлии Чечериной. Она исполнила не только всем знакомые песни, но и новые композиции. А ленигорцы впервые услышали песню о Севере на страже. Также рок-звезда приняла участие в торжественном открытии 27-го областного фестиваля солдатской песни под названием «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», который традиционно многие годы проводится в Ленигорске. Друзья, ну вы знаете, насколько я люблю, когда к нам в гости приходят красивые, талантливые девушки. Здравствуйте, наши дорогие поэтессы. Я Екатерина Голодышевская и Дарья Высасовская. Здравствуйте. Друзья, мы спешим проанонсировать мероприятие, которое состоится через неделю, поэтому есть время выкроить время. Рассказывайте. 12 марта в клубе «Ледокол» состоится третий поэтический вечер «Девушка с яблоком». Его организовываем, соответственно, я, Дарья и наша коллега, наша подруга Елена Захарова, поэтесса. «Девушка с яблоком» — это аллюзия к Библии, к Завету. Это Ева? Ну, прямой ассоциации на самом деле нет. То есть просто так получилось, что картина Анатолия Сергеенко стала в определенной степени нашим символом. И получается, что вот третий вечер и третий вариант вот этой вот картины мы используем в качестве афиши. Так исторически сложилось. И мы решили, что раз сложилось, пусть оно так и останется. А для тех, кто не интересуется или пока еще не прикоснулся к поэзии, просветите меня, пожалуйста, насколько у нас, я так понимаю, вы объединены все равно местным союзом, творческим объединением, насколько у нас много поэтесс, которые не боятся выйти на сцену и познакомить земляков со своим творчеством. Много ли у нас девушек пишет стихов и по сравнению с молодыми людьми? Я вот чуть-чуть расскажу, наверное, на сам вопрос Даши ответить. Сейчас происходит очень классная штука, на мой взгляд, которой раньше не было. Раньше, я об этом говорила, различные союзы, различные организации, различные тусовки, они были обособленными. То есть каждые были свои какие-то там почитатели, свои гости, свои компании. И они вот так вот отпочкованно сосуществовали у нас в Мурманске. Сейчас все практически друг с другом общаются, все приходят друг к другу в гости. И вот не так давно это произошло, и это очень здорово. А что касаемо поэтесс, конечно, пишущие люди в Мурманске есть, в том числе и поэты, и поэтессы. И что интересно, и что важно сказать, что к отбору гостей в этот раз мы, к отбору выступающих, именно которых мы пригласили, мы подошли очень трепетно, и во многом можно сказать, что мы являемся первыми поклонницами тех авторов и чтецов, которых мы пригласили. Я вижу женские имена, прекрасные женские имена. А у нас мужчины-поэты вообще конкуренцию вам могут составить? Или все-таки, что касается поэзии, девушки задают тон? Да, безусловно, могут составить. Даже такая интересная постановка вопроса. Но сам наш вечер, это, конечно, вечер женской поэзии. Женской поэзии, поэзии о женщине и для женщины. Хорошо, простите меня, что такое женская поэзия? Это самый интересный вопрос. И очень много мнений по этому поводу. И вообще градация на поэт и поэтессу. Мы, кстати, в группе мероприятия выкладывали по этому поводу очень интересную информацию, о чем можно вспомнить. Ну, например, хочется процитировать Светлану Чураеву, достаточно известный наш современный публицист, которая говорит о том, что да, очень много поэтесс, и далеко не все из них женщины. Да, можно, наверное, с этим согласиться. Очень много поэтесс, и далеко не все из них женщины. Это просто история по поводу того, что поэт и поэтесса, вот это терминология, потому что многие женщины... Ну, вы видите, женщины пишут о любви, а поэт пишет о гражданском подвиге. Тут такая грань-то, я то себя четко не разделяю. Да, стоит ли делить? Вообще, мы, я думаю, что с Екатериной, с Еленой, с еще одним нашим организатором Солидарны, что поэзия больше делится, наверное, на плохую и хорошую, а не на женскую и мужскую. Можно найти какие-то общие черты у женской поэзии, но это настолько все условно. Если очень хочется искать, наверное, можно найти. Дарья, вот расскажите о себе. Дело в том, что Екатерина Гладшевская, я думаю, зрители Арктик ТВ хорошо знают и помнят еще по тем временам, когда она была корреспондентом Арктик ТВ. Катю мы знаем и любим. Даша, расскажите о себе. Член Союза писателей России, автор двух книг «Русалка на берегу» и «Будь на моей стороне». Один из членов оргкомитета фестиваля «Капитан Грей» литературного, одного из лучших фестивалей в России. Он проходит у нас в Мурманске, проходил. Это вы о себе как о поэте рассказали, о себе как о женщине, которая вдруг стала писать стихи. Женщине, которая вдруг стала писать стихи. Вдруг когда произошло? Не совсем вдруг. Вот как-то все это было, не знаю, с подросткового возраста, может быть, даже раньше, я не особо помню. Что-то писала, что-то записывала. Это ведь не только касается стихов. Многие из поэтов пишут и прозу, пишут какие-то заметки, очерки, постики ВКонтактики тоже. У вас образование филологическое? Нет, нет, у меня образование юридическое и экономическое. Вот, и я работаю в этом направлении. А литература – это и отдушина, и хобби, и вот все больше это становится и какой-то профессиональной составляющей. А поэт, поэт, поэтесса, поэтесса, может узнать, как рыбак, рыбака? Видит издалека. Да, я на вас смотрю, ну, то есть, вот я так и представляла поэту. Она должна быть утонченной, такой вот. Ее речь должна быть плавной. Да, не обязательно. Ну, как, да, встречает, конечно, по одежке, но женщина, которая, может быть, предпочитает какой-то более спортивный тип одежды, короткую стрижку, не любит краситься, говорит, может быть, не так томно и плавно, как Даша, потому что я тоже не умею так говорить, как Даша говорит. Вот, она при этом может писать очень хорошие, качественные стихи и быть поэтессой. Кого вы ожидаете увидеть 12 марта в уютной атмосфере клуба, ледокол на вашем творческом вечере? Это семейные пары, молодежь, студенты, либо будут девушки в зале, ну, с учетом опыта? Целевая аудитория в основном это люди, которые интересуются поэзией, которые любят красивые мероприятия, красивый, интересный, какой-то новый опыт. Мы не делаем ставку на то, что у нас должна быть какая-то постоянная аудитория. Мы очень рады, когда к нам приходят новые люди и говорят, о, боже, как это здорово, поэтический вечер, это классно, мы не знали об этом, нам казалось, что это нечто такое занудное, не слишком увлекательное, и больше на уровне библиотеки, куда вроде как уже никто не ходит, хотя в последние годы, слава богу, это меняется. Поэты сами свои стихи читают, либо нужно приглашать профессиональных чтецов? Или не всем дано свои произведения преподносить публик? Не всем, к сожалению, да. Здесь все-таки мы хотели бы акцент сделать еще, пафос плохое слово, но все равно на какой-то вот вкусной обертке. То есть красивые женщины, красивые платья, вечерние наряды, То есть будет дресс-код какой-то? Нет, дресс-кода не будет. А только те, кто на сцену бы. Хотелось бы, да. Вот по поводу поэтессы и чтецы, да, мы выбирали девушек, ну, если честно, об этом говорить, все-таки те, у которых подача вызывает эмоции, потому что если придут люди, которые далеки от поэзии, то как бы привить им любовь сразу, когда у человека получается не очень, нехорошо читать, к сожалению, да, такое бывает. Вот хотелось бы этого избежать. И при этом мы пригласили, например, ту же Соню Баженову, которую все знают, у которой прекрасный голос. Она будет читать не свои стихи, она будет читать чужие стихи, но они тоже будут про женщин, они будут о женщинах, и либо их авторами будут женщины. Так что тут такую грань мы не проводим. Читать будут, глядя в зал, либо уткнувшись в мобильный телефон. Для меня это просто было откровение, что последняя, так сказать, фишка, это когда поэты из своих гаджетов, так сказать, черпают вдохновение. Ну, вообще, я считаю, что это признак дурного тона. Я свои стихи не все, естественно, знаю наизусть. Те, которые любимые, те, которые я читаю чаще всего, да, я их декламирую, естественно, по памяти. Те, которые свежие, но очень хочется прочитать, я пока читаю с книжки. Но я вообще старовер, и я, в принципе, я не могу книги читать с телефона. У меня вот все должно быть на печатных носителях. И даже со стороны, когда человек читает из книги, ну, развернутое печатное издание какое-то, либо из телефона, это все-таки смотрится несколько по-разному. Я надеюсь, что у нас будет все-таки вот все живое, все по памяти. Если кто-то где-то запинается, ничего страшного. Мы договорились с барышнями, что я не буду их просить читать. Сейчас в студии стихи. Вот приходите 12-го, все сами услышите и увидите. Собственно, цель этого мероприятия, оно заявлено как благотворительное. На что пойдут вырученные деньги, какую миссию вы перед собой видите? Это автор идеи. Ну, не совсем автор идеи. Я и Елена Захарова, и Екатерина в том числе. Мы собираем, мы устроили благотворительный сбор в пользу отделения помощи и женщинам, оказавшимся в сложной ситуации. Дело в том, что не так много людей у нас в Мурманске знают, что такое отделение у нас работает. В группе мероприятия все контакты, вся подробная информация об этом центре. И важно знать, даже когда у вас все хорошо, и у ваших друзей, знакомых, родственников все хорошо, всегда важно знать, куда можно обратиться в случае каких-то неприятных ситуаций. Вы имеете в виду домашнее насилие? Основное, да. Основные посетительницы этого центра и постояльца, они столкнулись именно с домашним насилием. Это отделение оказывает помощь и женщинам одиноким, одиночкам, я бы так сказала, и женщинам с детьми. Там решаются вопросы и с проживанием, также оказывается помощь, которая не требует постоянного пребывания. То есть это работа с психологом, с юристом, с социальным работником, помощь в оформлении пособий. Очень важно знать, куда обратиться. Нам бы очень хотелось распространить информацию, именно о том, что есть. Если что-то произошло, вам есть куда обратиться. Очень многие боятся выносить ссоры за сбы, к сожалению. И поэтому даже те женщины, которые были в этом отделении, получили очень хорошую помощь и смогли как-то начать новую жизнь, не часто об этом рассказывают. Поэтому сарафанное радио здесь не работает. Собранные денежные средства пойдут на приобретение кухонной утвари для отделения. Сейчас там есть общая кухня, общая столовая, и как раз огромное количество общей посуды, которая в не очень хорошем состоянии. Поэтому мы надеемся со своей стороны, с помощью тех людей, которым это интересно, кто проникся в наши идеи, хочет помочь, ну, как-то немножко обновить все, что там есть. Хочется привлечь к этому внимание. А это женщины, которые рассказывают все, что они чувствуют, и все, что они переживают. Друзья, приходите на этот замечательный поэтический вечер, и хорошее дело сделайте, и насладитесь хорошими стихами. Спасибо большое. Я благодарю сегодня моими собеседниками. Были Екатерина Гладышевская и Дарья Высоцкая. Спасибо. Мы ждем вас 12 марта в 18.00 в Редоколе. С шутками по жизни мурмачане продолжают развиваться в профессиональном юморе. На этот раз в городе запустили игру «Импровизация» по мотивам одноименного российского шоу. Шоу «Импровизация» знакомо многим. Четверо молодых людей с юмором обыгрывают предложенные им задания. Главная сложность – все шутки не заранее написанные. Они рождаются перед зрителем здесь и сейчас. А недавно появилось еще одно шоу «Импровизация команды». Его мурманские юмористы и взяли за основу своего проекта. Мы в сентябре провели такой небольшой фестивальчик. Молодежи собрались, собрали несколько команд. К нам приезжали очень прикольные ребята из Санкт-Петербурга. Они поучили у нас команды. Мы делали отчетный концерт. После этого мы несколько раз собирались в каких-то барных заведениях. Вот сегодня пришли в сопки. Вот снова поборются команды за звание «Кто самый смешной» в командной импровизации. В шоу участвуют две команды. Одна из них опытная. Ребята играют в Мурманской лиге КВН. И умение шутить перед зрителем у них есть. Однако между поставленными отрепетированными сценками и чистой импровизацией разница большая. Поэтому нельзя сказать, что здесь они чувствуют себя как рыба в воде. Это и для КВН полезно. То есть, как бы конкурсные не только там приветствия и так далее. То есть, это полезно развивать импровизацию и прийти так поприкалываться со своими в своей обстановке немножечко разряженной. Так как, ну, КВН это больше концертная программа прям такая. А тут больше общения с залом, общения друг с другом. В КВН ты месяц к игре готовишься, тут вышел, ляпнул что-нибудь и все забыл. Ну да, в общем-то. Второй команде вообще приходится непросто. Они не профессиональные юмористы, не выступали на сцене. Просто четверо молодых людей очень любят юмор и хотят попробовать свои силы в нем. Так собрались люди разных профессий, чтобы поучаствовать в необычном для них шоу. Вообще собрались, как мне кажется, максимально разные люди, потому что мы работаем в абсолютно разных местах. Я, например, работаю в библиотеке. У нас товарищ в команде он вообще продает автозапчасти, то есть поэтому мы и спонтанные, собственно говоря. А я работаю на стройке. Ого! Да, самую мужскую профессию себе выбрала, будучи единственной женщиной в команде. Ну что ж, говорят, хорошие привычки можно привыкнуть за 21 день, но картошечки прийдут за одну секунду, ребят! Ну серьезно, ну вы что, какой зож? Ну вы посмотрите на меня, у меня фигура рожавшей женщины, хотя за меня рожали мои протестурина. Это у меня фигура рожавшей женщины. Во многом импровизация строится на ассоциативном ряде, и вот когда мы уже разовьем в себе вот этот ассоциативный ряд, то он очень сильно помогает на выступлении. Отметим, что шоу импровизация проводят в Мурманске раз в месяц. Когда и где будет следующее выступление можно узнать в группе Дома молодежи и Стендап Мурманск. В Центре дополнительного образования Лапландия состоялось награждение победителей призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады 2022-2023 года. Огонь знаний, переходящий из поколения в поколение. Такое представление устроили в Центре Лапландия для участников регионального этапа Школьных Олимпиад. После небольшого театрализованного представления отличившиеся ребята поднялись на сцену и получили из рук министра образования и науки Мурманской области свои награды. В 2022-2023 учебном году в этом мероприятии приняли участие около тысячи ребят. Порядка 200 стали победителями и призерами. Среди всех победителей и призеров хочу отметить ребят, которые стали победителями и призерами по двум более предметам. Это 17 наших детей. Юные умники и умницы отмечают, что у них ничего не получилось бы без наставников, учителей и родителей. Их помощь и поддержка неоценимы. Они помогают очень. Они верят и рассказывают, говорят, что если что-то не получится, это не страшно, можно еще раз попробовать. Для меня это просто возможность сказать спасибо моим учителям из 43-й школы и из 49-й. А я, наверное, очень рада и все-таки несколько неожиданно. Да, я считаю, что это так. Роль педагога важна. И я могу сказать, что именно мои учителя математики и физики дали мне изначальный импульс, который позже побудил меня изучать остальные предметы. То так же было полетно. В области продолжат создавать условия для всестороннего развития ребят. Более того, в качестве поддержки призеры, победители, а также их наставники получат денежный приз. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Двигаться только вперед. На стадионе строителей Мурман встретился со стартом из Нижнего Новгорода. Удалось ли нашим поставить громкую точку в последней игре сезона, узнаем далее. Метель не помеха хорошей игре. Сегодня Мурман играет свой заключительный матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Болеем за наших! Мурман, вперед! Настоящая северная погода царила не только в момент матча, но и весь день. За сутки в столице Заполярья выпало рекордное количество осадков для февраля. Но это не помешало командам показать красивый хоккей и нисколько не смутило болельщиков. Это наша погода, будет победа. Как у вас сегодня настрой? Какой на игру? На победу? Только будет победа. Я думаю, это крайняя игра. Надо показать максимум. Максимум и будет показано. Вроде бы судья более-менее не как в прошлый раз. Полкоманды удалил. Как тут выиграешь? С первых минут команда Олега Батова чувствовала себя уверенно. Родная арена, искренняя поддержка близких и просто неравнодушных заряжала хоккеистов мощной энергией. Потому и первый гол не заставил себя долго ждать. Спустя время соперник Нижегородский старт смог сравнять счет, но ненадолго. Наши показали зубы и активно атаковали во втором тайме. Несмотря на то, что старт в турнирной таблице выше Мурмана на одну позицию, в этот раз северяне были сильнее. Встреча завершилась счетом 4-2. И хоть мы не попадаем в плей-офф, этот сезон запомнится многим как один из самых ярких. У Мурмана этот, наверное, лучший сезон был за всю его историю. И я думаю, что это лучшая пати была в этом году и вообще за все годы. Сезон неоднозначный, я не буду тут говорить про некие моменты, они везде присутствуют, но было круто. Я всем советую ходить на Мурман, поддерживать эту команду, она нуждается в нас, в вас, во всех. Чемпионат России по хоккею с мячом 22-23 на этом для нашего клуба заканчивается. Теперь время для работы над ошибками. Впереди ребят ждут упорные тренировки и новые вызовы. Ну а мы продолжим следить за новостями Мурмана. Мурмана.